Ну что, товарищи, сезон барбекю считаю открытым! И бип-бип! Ура! Уже все разобрали. Значит, у нас сегодня первый барбекю, товарищи. Скажи всем привет! Всем привет! Всем привет, товарищи! Канал Дневник Мила Френо, я Мила Френо, это мой дневник. Это наш стол барбекюшный. Не знаю, что на него нашло. Он проснулся, что-то с утра говорит, давайте сделаем барбекю. Но, кстати говоря, пока он делал, такой ветер поднялся, что... Вот так. Поэтому едим внутри. Барбекю сделали на улице, а едим внутри. И заодно мы отправим всем сообщение, потому что очень много приглашений на дни рождения получили наши дети. И нужно всем ответить положительно. Понимаю. Так что вот тем мы и займемся сегодня. Суббота. Хороший день для кого-то. Суббота. Хороший день для кого-то. Из планов. Сегодня вечером я пойду в театр Экспромт. Это театр, где нет никаких сценариев. Но я сниму и покажу. Ну и так как у моего супруга временно нет прав, в понедельник узнаем. В понедельник будет суд. И в понедельник скажут, насколько у него забрали. Скорее всего, на 72 часа у него заберут права. 150 евро штраф. Ну или на месяц. Если на месяц, то сложнее. Ну в общем, я поняли. Да, пока у него нет прав, сегодня по его делам поехала я. Капец. Мне это, знаете, так нужно было вообще. Я вообще хотела же уборку в доме сделать. Приготовить его одежду на завтрак. Потому что завтра у него серьезный футбольный. Футбольный. Футбол от у сына. Он уже теннис. Теннисный матч. Я хотела все поперестирать. Потому что ветер такой сильный. Это вообще круто. Потому что можно постирать, повесить. И через час все будет сухое. Вот. Чем я хочу сегодня заняться. Поперестирать всю одежду. И еще хочу сделать закупки на целую неделю. Потому что в понедельник работа, обучение, работа, обучение. В общем, в понедельник. А, еще ж надо своих сородичей посовместить с сыновей, дочерей и мужей. Развезти по местам дислокации. Потому что, видимо, я в школу детей отвезу. Потом я его в офис отвезу. А потом поеду в офис свой. Поэтому, в общем, понятно, да. Целая неделя будет очень насыщенной. Я рада, слава тебе, господи. И... Короче, я выехала на автодорогу. Не до этого сейчас. В общем, вы понедельник. Мне нужно делать закупку продуктов. Потому что будет не до магазина. В следующей неделе. Муж сказал, что у меня губы краснее, чем тормоза на машине. Может, мне не верят, что я в театр иду. Но я реально в театр иду, понимаете. Правда, это такой театр не совсем обычный. Сейчас вам покажу. Так, ворота закрылись. Можно ехать. Сначала за Анной заеду. И... Вперед из песней. Наслаждаться искусством. Когда я слышу эту песню... Вот, слушайте. Я думаю, мне надо на вот этот мотив, болгарский, Аню назвать Анка. Будет красиво. Я же вам, наверное, никогда не рассказывала, да? На самом деле, я училась. И даже работала в театре. Несколько лет. И более того, даже я была на прослушивании в Республиканском театре в Приднестровье. И президент Приднестровской Мелоданской Республики выдал указ нашим... Не указ, а отправил письмо... Ой, хотите, я бы целое видео сделала на эту тему? В общем, по идее, Финагин на тот момент, еще до сих пор помню его фамилию, это мэр нашего города, должен был, как было написано в письме, изыскать... Сейчас. ...на перекрестке с круговым движением сверните на второй выезд. Окей. Так вот, он должен был изыскать возможности финансирования и обучения меня в театральном университете. Почему не сложилось и почему я не стала учиться, это совершенно другая история. Я хотела. Во-первых, он ничего не сделал для этого. Во-вторых, Тамара Александровна... Тамара Павловна Александрова. Меньше. Дай бог же, что она живая еще. Она потом уехала работать в поселок Милюшино, в детский дом. Какая Ярославская область, да? Вот. И она... Она меня отговаривала. Она мне говорила, ты будешь... ...с круговым движением сверните на первый выезд. ...жить бедно. Что это ты делаешь, мужик? Извини, пожалуйста. Среди дороги вот так останавливаешь свой караван. В общем, короче, ситуация такая, что так и не сложилось. А в душе я та еще театралка. Но уже не такая серьезная, как была на тот момент. На тот момент я могла играть хороших таких драматических актрис. А сегодня у меня нет ни возможности, ни желания, ни таланта больше к этому. А вот всякие развлекалово подобного рода, как сегодня. Кстати говоря, первый раз во Франции еду именно в импровизированный театр. Пусть все пройдет хорошо. Я уверена, что мне понравится. Что? Ну как без тебя-то? Она говорит, без меня. Я, кстати, знаешь, о чем подумала? Я хочу назвать тебя Анка. Булеменчица. Нет, почему-то. Она говорит, булеменчица. Аннушка. Нет, Аннушка слишком по-русски. Я хочу назвать ее Анка. Как эти чеки. Анка поповицкий, козелка. Давай. Все равно, можно это самое, Ива, выпить в бокал? Я посмотрела. Я теперь всегда в вопросах. Я даже снимала это на видео, как я дышала в трубочку. Ты что, не видела мои видео? Она еще не видела, как я в трубочку. Я с утра все делаю, делаю, делаю. А, точно, да. Потому что у меня сегодня два видео, он больше не появится. Мы вот сейчас в пивку пойдем, а потом в театр пойдем. Сначала дела насущные, потом культурные. Синие пальмы, желтое пиво. Надо смотреть, главное, чтобы полицейских не было. А там вообще не хватало. У нас еще одни права на двоих. Не, вчерашние-то были из нашей деревни, они сюда не входят. Здесь другие у них. Здесь центровые, каннские. Ребятки, ну все, мы уже в зале. Сейчас вам в двух словах расскажу про правила игры. Потому что это театр, игра. Вот это вот сцена. Сегодня играют Каны против Марсели. Я не знаю, где будет Каны, где будет Марсель. У нас здесь программка, как бы такая небольшая, да, и импровизация. Вот раз, открываем ее. Здесь сигналы арбитражные. То есть здесь будет судья, который будет судить, кто сыграл лучше. Такая, типа, комедия, типа, как комедиклад, например. Я, честно говоря, даже не знаю, как правильно. Наверное, комедиклаб против комедиклаба. Так, давайте еще раз я все-таки расскажу. Это получается, черт и что, сбоку бантик. Не Каны и Марсель, а Каны и Ницца. Здесь вот программа, потому что можно посмотреть, значит, на 2018-2019 год, когда проходят подобного рода мероприятия. Здесь все это написано. Открываем. Здесь нету ничего. Можно написать что-нибудь, например. Вот. И здесь написано матч импровизации. Каны против Ниццы. Сегодня, суббота, 23 февраля. О, сегодня же праздник мужской в России. А то. Надо папой мне что-нибудь написать. Тогда сейчас напишу. Значит, Лига Каны. Авива, Мика, Анаик, Йона, Йохан и Хьюга. И Лига Ниццы, Белинда, Томас, Сара, Максим, Гийом и Люкя. Ну и вот. Ждем артистов. Давайте. Четыре минуты разогрева у них должно быть. Что-то, 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 что-то. Я не понимаю, это может быть в федерации. Почему мы не все-таки? В общем, я здесь, я здесь для вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил ДimaTorzok 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 Добавил Добавил ДimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok